Всем зрителям большой привет, с вами Катархон, это Hearts of Iron 4 и выполнение ачивок за Италию. Если быть точнее, то всего-навсего одно ачивки, и опять она нас отсылает к ядерным бомбам. Да, нам надо, будучи фашистами, сбросить атомную бомбу на Калифорнию. То есть, как вы понимаете, нам надо воевать с Америкой и просто сбросить атомную бомбу на регион Калифорнии, ну, в частности, можно на Лос-Анджелес или на Сан-Франциско, куда вам душа лежит, туда и сбрасывайте. Стартовая позиция, думаю, достаточно многим из вас известна. Война с Эфиопией, достаточно слабая армия, при этом мало заводов. Вроде бы хороший флот, но все это рубится тем, что это в основном подлодки и эсминцы, притом устаревшие. Также старые фокусы, которые на данный момент являются морально, да и физически уже устаревшими и скучными, ибо к 43-му году примерно ты уже их всех исследуешь, если даже не раньше. Но ладно, не будем жаловаться, давайте стартовать. Сначала мы быстренько разбираемся с Эфиопской войной. При этом на фоне я коплю политическую власть и буду оправдывать войну, как вы понимаете, с Новой Зеландией, чтобы потом напасть на нее и сделать высадку в Соединенное Королевство. Высадку в Соединенное Королевство делать мы будем с помощью Третьего Рейха. Мы ступим в Альянс Ось, и вот с этого региона мы сделаем высадки. Ну что ж, всем приятного просмотра, надеюсь, это видео вам будет интересным и полезным. А спонсором данного ролика является молодой и активно развивающийся канал Воеводы. Он не так давно начал свое творчество на Ютубе и уже активно старается и делает разнообразный контент. В частности, его ролики посвящены играм от компании Paradox Interactive, всеми вами любимая Hearts of Iron 4, также Stellaris, при том достаточно неплохой обзорчик уже для его подписчиков зашел. Он также выполняет ачивки, делает разнообразные мини-ролики, где ужимает достаточно широкий геймплей. Думаю, вам это должно зайти. Ссылку на его канал вы найдете в описании. Переходите, поддерживайте данный канал. Он только начал, поэтому ваши подписки, ваши советы и предложения по улучшению контента ему будут необходимы. 1 марта 36-го года эфиопиопала, мы ее полностью захватываем под свой контроль. Все, война закончена, здесь на фоне я уже начал оправдание, на 6 дней где-то промедлил, но все-таки оно идет. И 17 октября 36-го года мы с вами уже нападем на Новую Зеландию, а значит и война с Соединенным Королевством. Поэтому прямо сейчас просимся в Альянс АСИ, нас естественно принимают и все. Теперь мы отсюда начинаем высадки, переводим туда всю нашу армию. Ну что ж, оправдание захвата региона Северный остров государством Италия выполнено 17 октября 36-го года. У нас с вами здесь на фоне парочку технологий. Объявляем войну, 7% если мы объявим истинно в Великобритании, и как видите 3% если мы объявим войну в Новую Зеландию. Давайте, Новую Зеландию, войну. 12 мировая напряга, здесь уже гражданка потому что идет. И погнали. 10 дивизий. Уменьшаем, во-первых, скорость. Активировались. Удаляем. Дальше еще 10 по такой же схеме. Активируем. Удаляем. Итак, мы проделаем с каждой, активируем, жмем атаку, они резервируют себе конвои, начинают отправляться и мы удаляем. Это необходимо, чтобы у нас куча высадок была одновременно. Все, 40 наших дивизий поплыли. Преимущество во флоте пока есть. Оно, конечно, небольшое, но смотрите-ка, у противника нигде пока нет кораблей. Все-таки только начало он еще не выставил. По обороне основной территории итальянской, на всякий случай от высадок, на самом деле, наверное, зря, выставил 19 дивизий с шаблоном 6 касок стандартным. И по поводу, кстати, атаки. У меня 20 дивизий пехоты новые, это 20 именно пехоты, то есть я чуть-чуть поулучшал стандарт. Часть немножко пехоты под 8, ну и остатки это стандартные горнострелки, стандартная кавалерия, танки и красные вот эти вот гарнизоны, я их не менял. Африку я, естественно, сдаю, пускай. Великобритания здесь сведет немало своих войск и будет отключена. Первая высадка, и смотрите, здесь нас никто почти не принимает, это очень удобно. Естественно, мы изначально заходим во все боковые территории, делается это специально, чтобы противник не мог туда прийти и с них начать атаковать. Все, в итоге все дивизии нас высадились, и как видите сопротивления особого нету, сейчас мы быстренько с вами пробежимся и все заберем. Итальянские войска успешно штурмовали Лондон, и теперь Триколор развивается над башней Виктории. Мелкие стычки еще продолжаются, и сегодня утром несколько берсольеров были подстрелены снайперами, засевшими на Биг Бене. Три попытки выбить их оттуда закончились неудачей, после чего башня была взорвана. Итальянские официальные лица назвали это досадной горячностью местного командующего. Еще одна победа Италии 29 октября 1938 года. Капитуляция Англии, и как вы понимаете, марионетками мы с вами сможем сделать британскую Индию и британскую Малайю. Все остальное, к сожалению, нам недоступно, но я и не планировал избирать Канаду по высотке, хотя можно, но ладно, как есть. 7 ноября 1936 года мир подписан. При подписании мирного соглашения Муссолини немножко напортачил, к сожалению, и тут, видите, Шотландия стала под контролем Индии, здесь территории стали индийские, но я думаю, это не критично. 21 мая 1937 года оправдание войны готово против Южной Африки. Влетаем, нападаем на нее, здесь сразу же, наверное, ставим себе именно агрессивную атаку, там должно быть преимущество банальнейшее. Все вступаются, отлично, получается, мы с вами воюем с Канадой, с Южной Африкой, с Новой Зеландией, Австралией. Главное, это Канада, так что спокойно ее сейчас с вами сможем забрать. Ох, как интересно, попытались нас поймать, но нет. Как видите, захват успешен, все основные территории подконтрольные, Южная Африка уже капитулировала, здесь неплохое такое окружение вышло. Поплыла небольшая высадка, это цель у нас захватить, как вы понимаете. Ну что, высадка под Дарвином, скажем так, нам удалась. Притом удалось достаточно успешно, без особых проблем, никто даже здесь нам не оказал сопротивления. Так, наши две дивизии плывут, чтобы захватить территорию Новой Зеландии, и самое удобное это именно остров захватить, потому что здесь, как правило, никого нету, ну и, собственно, нам повезло, здесь никого и не было. Что ж, наша кавалерия почти под Ванкувером, сейчас капитуляции. Наверное, давайте даже так и сделаем, завывание против Гватемала, 25 дней. 25 дней, потом еще 2 месяца, это буквально у нас 70 дней будет, да, на то, чтобы подготовиться мало, но возьмемся за это дело. Все, капитуляция Ванкувера, 11-20, мир со всеми странами. Я особо ничего здесь делать такого не буду, все сделаю в своей территории. Так, оправдание готово, и 17 января истекает, то есть, да, 2 месяца у нас еще есть, 60 дней буквально, а войска еще, ух, совсем-совсем не готовы. Ну, посмотрим. Ну что ж, часть войск моих пришла, часть не успела, что есть, уже здесь, к сожалению, ничего такого не сделаешь, поэтому объявляем войну. По раскладу 32-53, то есть, армия-то уже есть неплохая у Франции, как вы понимаете, аж 70-ка, 80-ка где-то будет, но это для нас с вами не критично, разберемся кое-как. Ну что, бедная Гватемала, держи войну. Призвать союзников? Да, я, наверное, все-таки призову изначально, это рискованно, но французы будут страдать, им сложнее будет приправлять дивизии, поэтому давай, призовем союзников. Не знаю насчет, естественно, третьего Рейха, а нет, вступается, конечно же. Вместе с Аншлюзом и со всеми делами он все равно вступается. Ух ты, Индия высадилась, ничего себе, в Гватемалу, неожиданно. Рейх пока ничего не творит особого. Нет, вклад 74 у нас, у Рейха вообще 1%, стоит, ждет побережье, мы постепенно уже забрали одну. Смотрите, на такую красоту, 2 апреля 38-го года, штаты уже, как вы понимаете, на грани, да. Стало 135 тысяч потеряли, мы, кстати, тоже немало, 100 с лишним. Но на самом деле я переживать особо не буду, это война все-таки, очень тяжелая. Лос-Анджелес скоро падает, здесь наши танки вовсю пытаются его забрать, как видите, так, Лос-Анджелес пал. По желанию ввать 2%, еще победные территории берутся. Банс, американский Конкорд, да, что за Альянс, да, американский Конкордат, ух ты, вы хоть раз видели такой, американский Конкордат. Кстати, здесь высадка Рейха вместе с Великобританией, молодцы просто. Прибывает наше подкрепление и сразу же, сразу же идем в атаку. Блин, еще Люксембург в эту войну. Рейх, видимо, решил... О, Франкс. Франка еще вступается, о, да. Все, капитуляция Франции, 3400 у нас, 600 у Рейха. И это как бы мир, да? Только Рейх может сделать такое, марионеткой. Франция, которая находится в пустыне и в Сирии. Да, да, да. А еще Советы воюют с Рейхом. Или Рейх с Советами. Ну, кому как удобнее. Короче, сейчас идет война Франка из Республиканской Испании, Третьего Рейха и Советов. Ну что ж, 27 июня 1938 года Италия владеет Америкой, Италия владеет Францией, Великобританией, как вы понимаете. Да, немножко у Рейха есть, конечно, территория, но это не так критично. Ось окрашена пока, как вы понимаете. В ноябре 1938 года Швейцария уже была подчинена, притом она не вступила в комментарии. Во-первых, мы с ним не воюем, во-вторых, у них недостаточная поддержка коммунизма, чтобы войти в Альянс. И Балканы постепенно становятся итальянскими. На данном этапе я решаю выйти из оси, потому что взять контроль я не могу. Во-первых, уже и рекрутов меньше, так еще и проблема в том, что надо участвовать во всех войнах. То есть мне уже сейчас будет нужно воевать с Советским Союзом. Я пока этого не хочу. 5 апреля 1939 года Муссолини заявил о формировании нового Альянса, новой Римской империи, куда сразу же вошла Болгария и на подходе также будет Румыния. Вот этого вы точно часто не видели, но Польша присоединяется к Альянсу Коминтерн. В этой реальности Третий Рейх и Советский Союз решили не делить между собой Польшу, а просто Польша стала под управлением Советского Союза. К осени 1939 года был полностью подчинен Бенилюкс. Колонии Голландии, также голландские колонии здесь были под контроль на теперь Италии. Это позволило иметь немало запасов резины. Единственная проблема это нехватка Вольфрама, будущая, но это решится захватом Португалии, которая нам также нужна для создания страны. А пока мы идем на Грецию, а за которую влетает Румыния. Тем самым мы неплохо так подъедаем Балканы. Как говорится, стоит радоваться, Турция присоединилась к Объединенному Китайскому фронту. Ммм, да, друзья мои, да, да, да. Турция вместе с Китаем. Ну а почему бы, собственно говоря, и нет? 16 вентиля 40-го года капитулирует Польша и просто посмотрите вот на это. Сколько дивизий Советского Союза сейчас находится в окружении? Ну находилось, ладно. Серьезно, мне даже комик Китай себе... Смотрите, мне дали возможность помириться. Не совсем, не сразу же, но я могу частично пособирать территории. Вот это интересно. Я даже в Китай могу залезть, друзья мои. Ну а что мелочиться-то? Вот вроде бы все классно, но вот что вот это вот такое? Что ж, начинаем оправдание войны, завоевание. За Верхнюю Австрию. Бедный Третий Рейх скоро познает, что такое удар Муссолини в спину. Когда-нибудь думали, что войска могут оказаться в Ларжирской пустыне? А на самом деле могут, если отправить добровольцев, когда у Франции столица именно в этой пустыне, то да, в этой пустыне могут оказаться войска. Одинс, они, естественно, здесь особо за бордюры эти выйти не могут, но существовать и находиться здесь могут. Оправдание захвата региона Верхней Австрии выполнено 25 марта 40-го года. И сразу же объявляем войну, завоевание против Третьего Рейха. Погнали! Смотрите, какая красота! Зелень! Ух, прям как не нарадуешься, да? В июле 40-го года пал Берлин. Итальянские танки захватили сей славный город, не встретив особо никакого сопротивления. Октябрь 40-го года Третий Рейх уже выглядит очень и очень неважно. Он, можно сказать, почти на территории Польши и Чехословакии расположился. Остатки здесь австрийско-немецких земель, которые сейчас спокойно забираются и уничтожается полностью Третий Рейх. Все, капитуляция, освобождение Варшавы, и остается нам с вами забрать Венгрию, капитулировать Франка, и еще для полного счастья почему-то надо убрать Францию. 170. Из-за того, что она находится здесь, все равно 170. Это очень странно. Япония предлагает заключить тройственный пакт, только вот вопрос с кем, ибо Третий Рейх капитулировал, ну там, вай, согласимся. Гарант независимости получили от Третьего Рейха. Нормально, мы воюем с Третьим Рейхом, но государство Италии гарантирует независимость Третьего Рейха, и Третий Рейх гарантирует независимость Италии. А почему бы и нет? Все, Франка капитулирует, вроде бы неплохо, но Найсен Францис, соточка из 70. Соточка из 70. Страна, которая владеет всего несколькими территориями здесь. Вот просто объясните мне, как вот эта вот единственная провинция, а она единственная, посмотрите. Она реально единственная, ибо у Франции больше нету нигде территорий. Все, единственная провинция Франции держит капитуляцию всей оси. Где в этом логика? Все. Пока я не капитулировал эту единственную провочку, весь Альянс оси держался. Да. Что ж, в итоге по этому миру я забрал себе марионеткой Третий Рейх, также забрал полностью Венгрию, забрал полностью Испанию. Единственный минус, французская коммуна. Французская коммуна. Да, Франция вновь стала марионеткой. На сей раз уже Советского Союза. Собственно говоря, в этом мире, возможно, все. Марионетки меняются из рук в руки, а мы просто наблюдаем за этим и думаем, что к чему, к каким чертям. Но, ладно, вот такая вот у нас ситуация. Теперь у нас открыты, скажем так, возможности войны с Советским Союзом. Мы все со всем Альянсом комментарны. Благо, армия свободна, так что сейчас этим с вами и займемся. Ну что, начинаем оправдание войны против Советского Союза. 25 июля 41 года нам объявляют войну Япония. Ух, здравствуй, здравствуй, добрый друг. Нападает на меня, собственно говоря, и на Ганнапские Филиппины. В августе 41-го готово оправдание войны против Советского Союза. Сразу же нападаем. Все, просто посмотрите на эту красоту. Большая часть, ну, наверное, достаточная часть все-таки, советская дивизия окружена вместе с польскими. Собственно, на польских территориях, а тут мы продолжаем дальше давить танками. Армия Советского Союза после всех этих манипуляций примерно 140 дивизий. А потери, если посмотреть у Советского Союза, уже достигают 2 миллионов. Так что, скорее всего, мы с вами здесь немало так войск перебили. В ноябре 41-го года пал Сталинград. Сразу же в этот момент примерно идут бои за Москву, которые тоже закончатся успешно. И в итоге, можно сказать, итальянский Бритскриг в деле. 2 декабря 41-го года пал Ленинград. Ну и Советскому Союзу остается совсем немножко, 11% до капитуляции. И, кстати, Ленинград обронил, если что, третий рейх. 17 февраля 42-го года был подписан мирный договор с Альянсом Коминтерно. В итоге Италия забрала себе немало регионов. Этакая, знаешь ли, амбиция окружения еще и Черного моря. Немножко кривовато, но я постарался сделать это поровнее. И в скором времени мы с вами сможем амбиции сделать. Нам остается собрать Португалию, Ирак и Болгарию. Ну и все. Тогда мы сможем прожать наконец-таки римские устремления. Но, конечно же, как вы понимаете, нам все-таки придется всходить в гости к Японии. Ибо с нами вместе воюет Болгария на одной стороне, а значит Японию надо выбивать из этой войны. Делаю сейчас очень классную вещь. Мне она на самом деле необходима, а именно аннексирую итальянскую Индию. Ну, кроме того, что у нас границы появятся, открытые, без призыва Индия, мы еще заберем вот эти вот территории. Они вроде как имелись в виду, чтобы у нас выполнилось достижение на... Да, теперь галочка и все. Осталось Португалия и Болгария. И мы с вами можем прожимать Римскую империю. Ну, а пока, как вы понимаете, война. Летом 42-го года Япония уже почти полностью потеряла свои владения в Азии. Ну и дожидается, наверное, того, что скоро будет высадка, и Япония погибнет. Дожидаемся этого прекрасного момента еще один день, и наш флот и наша армия, скажем так, окажутся у берегов Японии. Здесь, конечно, проблем на дивизии у нее немало, но я надеюсь, что самое удачное будет, а это именно высадка танков. Она у нас с вами пройдет, и тогда мы с вами будем жить на самом деле очень хорошо. Мы под Хиросимой высадились, Хиросиму сейчас забираем. Уже наш плацдарм есть. Ну и, кстати, 7 танков. Здесь, конечно, в Нагасаке очень опасно. Хотя с другой стороны, что мне переживать, смотри, один танк сюда, один танк сюда, один танк сюда, и эти танки бьют в лицо прям. Просто тупо ломают. Да, все, объединение есть, ну и все, прекрасно. Плацдарм есть, дальше разовьем атаку. Смотрите на эту красоту, как Япония падает под танками Италии, притом без особых проблем. Это еще малая часть моих войск, я еще хотел сюда танки привезти, но вижу, что в этом даже смысла нет. Все, капитуляция, собственно говоря, Япония полностью наша. В итоге по миру националистический Китай стал марионеткой Италии. Япония стала марионеткой Италии, при этом сохранив весь свой флот и авиацию, что, естественно, хорошо. Также здесь была выделена независимая Корея, и в целом это можно назвать успехом. Объявляем войну Болгария. Она может быть вступится в какой-то альянс, но... Да, вось. Если что, то ось осталось. Я вот здесь, вот как говорится, случайненько забыл про Испанию. Что ж, теперь одно из самых важных событий, за исключением ачивки в этом ролике, это осуществление римских амбиций. В феврале 43-го я особо не торопился, но это у нас вышло. Притом мы создали Римскую империю на тот момент, когда уже противников вообще нет. Все основные силы, все основные противники, которые могли хоть что-то сделать против нас, теперь наши марионетки. Это Британия, это Третья Рейх, это Япония. И Российская империя. Ну и что ж, Август Муссолини, подъем государства. И смотрите, 2,7 миллионов рекрутов. 18 миллионов рекрутов. Готово оправдание против Мексики. Объявляем ей войну. Ждем пока она захватит что-нибудь у нас. О, смотрите-ка, Либерийский союз. Либерия позвала войну, и у нас тут теперь новый противник. Ууу, интересно. Небольшой альянтик вырисовался. Зря, конечно, он это сделал, ибо здесь у меня есть войска, но... Пускай. Все, пошел захват. Самое то, что нам надо. Смотрите-ка. Сбрасываем атомную бомбу. И достижение у нас с вами есть. В левом нижнем углу. Все. Достижение выполнено. Теперь для красоты остается просто победить этот альянс. Все, все регионы захвачены. И можно официально заявить то, что новая Римская империя самая великая империя в мире. Да, здесь остался еще комментарий в виде Монголии и Танутовой. Но вы видите, какое количество стран вокруг нее. Сколько армии здесь в ожидании того, чтобы ворваться и победить ее. Две с лишним тысячи заводов. 12 миллионов рекрутов. При этом 2,5 миллиона есть в армии. Огромнейшие запасы на складах. 115 тысяч танков. 77 тысяч до поснащения. 180 тысяч транспорта. Бронетранспорта 200 тысяч. Миллион с лишним пехотные снаряги. Немалое количество истребителей. Да и вообще авиация в целом на страну. В районе где-то 112 тысяч всего. Так что Италию ждет великий-великий рассвет. Вот такая вот она у нас новая Римская империя. Надеюсь, вы оценили отсылку к моему прохождению в Европе Нюрсалис. Где мы с вами тоже Римскую империю создавали. И я захватил Черное море именно ради этого. Ну а так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Предлагайте, какие ачивки вы больше хотите всего увидеть в ближайшее время. Ну и всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok